Вот так легко и просто я отправил два обращения в восемь инстанций. Всем привет! Сегодня я расскажу и покажу, как отправлять удаленно ваши обращения во все инстанции. Значит, по вчерашнему суду подготовил два заявления. Заявление в порядке УПК-141 о совершенном преступлении, превышении должностных полномочий судебными приставами, которые поднимали скамейки вместе с женщинами. Жалобы на судебных приставов ФССП. Специально подготовил вариант для всех. Выглядит он вот так. То, что выделено на зеленом, меняйте под себя. Обязательно видоизменяйте, там, я не знаю, шрифт, размер. Добавляйте свой какой-то текст сюда. Какие-то, может, вам известные подробности или нормы закона, которые знаете. Это, в принципе, шаблон. Вот это тоже меняете. И вот здесь. То есть, подготавливаете вордовский файл. Дальше я расскажу, что делать. То же самое для отбородки ФССП. Номер исходящего тоже можете свой поставить. Меняйте то же самое. Меняйте то, что выделено зеленым. А потом будем отправлять, вот, покажу, как отправить вот по этим ссылкам в электронном виде, удаленно, не выходя из дома. То же самое текст меняете под себя. Добавляйте что-то, что-то, может, не понравится вам. Указывайте свои адреса. Данные сохраняются в вордовский файл. В общем, у меня уже все подготовлено. Я покажу на примере своих заявлений. Так как я инспектор, я оставляю вот эту шапку. Все свои регалии. Итак, поехали. Первое, что нужно сделать, это сконвертировать два файла. Сконвертировать каждый документ в PDF-файл. Позже поясню зачем. Есть такой сервис, называется doc2pdf или word2pdf. Или вот эту фразу «вбивайте в поисковике». У сайтов очень много подобных. Выбираем файл. Конвертируем, скачиваем. И со вторым файлом то же самое. Теперь заходим в вордовский файл. Все заявления в порядке УПК-141 о совершенных преступлениях отправляем всегда по трем уровням. Генеральную прокуратуру, прокуратуру округа и прокуратуру города. А также в Следственный комитет РФ и Следственный комитет округа. Они уже сами разберутся по УПК-151, по подследственности, кому, куда, что направить. То есть это не ваша задача разбираться, какой следственный орган обязан рассматривать. Запомните главное правило. Что бы ни произошло, всегда отправляйте заявление по трем уровням в прокуратуру. Они уже там либо в Следственный комитет направят, либо сами рассмотрят, либо в УМВД, либо в другие инстанции. Там Желнадзоры, ИФНС, там другие инстанции. Всегда отправляйте в прокуратуру. Значит, что делаем? Просто копируем ссылку, вставляем в браузере. Продолжение следует... Продолжение следует... А вот в этом поле вставляем текст из вордовского документа. Полностью все копируем. Сюда вставляем. А прикрепляем уже PDF-файл. Чтобы у них не было возможности изменить вот этот текст. Это контрольная сумма, она каждый раз меняется. Так, было отправлено сообщение на почтовый ящик. Просто переходим по ссылке и получаем подтверждение. Так, дальше. Прокуратура Хмава. Индификатор вашего отправления получите позже на почту. Придет ID-шник. Генеральная прокуратура выдает ID-шники. А вот прокуратура города Сургута и Хмава не выдает никаких индификаторов. То же самое. Сюда вставляем текст. И прикрепляем PDF-файл. Все, отправлено. Окружные прокуратуры различаются. То есть в Свердловске другой сайт по-другому выглядит, по-другому действует. Но принцип тот же. Так, теперь прокуратуру Хмаву отправить. Все то же самое. Все, вот так легко и быстро. Я отправил по трем уровням в три прокуратуры свое заявление. И никуда ходить не надо. Дальше Следственный комитет. Так, это СКРФ. Спускаемся ниже. Далее, далее. Здесь количество знаков ограничено. Поэтому я делаю вот так. Немного сокращаю. И дописываю. И прикрепляю тот же PDF-файл. Если ваш файл вдруг получился больше ограничения, вот в Следственном комитете 5 мегабайт, в администрации Госдумы 2 мегабайта вообще ограничения. То есть специальные сервисы, такие как Compress PDF, Compress Word, Compress JPEG. Просто в поисковике набираете и множество сайтов выскакивают. Можно любой файл сжать. Ну, естественно, с потерей качества. Но мне всегда удавалось сделать файлы, которые отвечают данным требованиям. Следственный комитет выдает сразу номер обращения. Советую создать таблицу по учету корреспонденции. У меня такая таблица есть. Номер регистрации в Следственном комитете Российской Федерации сразу занес. Также я слежу сразу сроки для заявления в порядке ПК-141. Я выставляю 13 дней. Можно, в принципе, через 6 дней сразу. Откуда берется этот срок? Значит, у них есть 3 дня на регистрацию этого заявления. Во-первых, вот я отправляю сегодня пятницу, 7 часов вечера. Данное заявление они зарегистрируют только утром в понедельник. До 12 часов, если я подам это заявление, то оно зарегистрируется в этот день. Если после 12, то на следующий день. То есть, вот эту дату я тоже учитываю. Соответственно, от этой даты отсчитываю 13 дней. И через 16 дней у меня сработает вот здесь идентификатор покраситься красным. И я уже буду писать жалобу в порядке УПК-124, если не получу ответ, о том, что мне был не предоставлен ответ согласно уголовно-процессуальному праву. Так, теперь Следственный комитет Ханты-Мансийского округа. Советую использовать браузер Chrome. Он запоминает введенные вами данные. Вам просто надо вот так вот кликать, и все автоматически будет подставляться. Здесь то же самое ограничение на ввод. Копируем текст, вставляем, сокращаем. Продолжение следует... Полученный номер также вносим в учет-корреспонденцию и проставляем время. Позже придет идентификационный номер о принятии обращения от Генеральной прокуратуры и я его введу вот сюда. Переставил дату отслеживания, механизм отслеживания на прокуратуру города Сургут, то есть отслеживаю на городском уровне какие они решения принимают. Вот так легко и просто я отправил 5 обращений в 5 инстанций. Сейчас будем отправлять в ФССП жалобы на судебных пристав. Заходим на сайт ФССП и здесь есть ниже интернет-приемные. Позже. 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 Продолжение следует. Вот здесь они специально блокируют вставку любых сообщений через буфер обмена, поэтому я пишу словами. Так, теперь ФССП России, то же самое, ниже ищем интернет-приемная. И последнее, это отправка на электронную почту, копируем адрес, я его нашел в интернете, и отправляем письмо легко и просто. В ФССП я отправил жалобу, поэтому она будет рассматриваться в порядке 59 ФЗ, плюс 3 дня на регистрацию и с учетом выходных 36 дней. Как правильно обжаловать разного вида обращения, я буду рассматривать в отдельном видео, выпущу его чуть позже. Мы созвонимся с человеком и в режиме живого общения буду отвечать на его вопросы, показывать схемы, рассказывать, пояснять, как обжаловать любую отписку из любого госоргана. Результат выглядит примерно вот так, то есть вот эти верхние три тома, это только от меня, обращение в Следственный комитет, отправлены на 98% удаленно через интернет-приемные. Несколько там, штук 5, наверное, заявлений я писал вручную, то есть я к ним очень редко захожу. А вот эти шесть томов это от других людей со всей страны и даже со всего мира, которые вот так же через интернет-приемные отправляли заявление в электронном виде. Вот такая большая стопка наших обращений только в Следственном комитете. Это только по мне и только в моих интересах от других людей. Еще плюс 3 тома примерно вот таких размеров, это материалы проверки по нашим обращениям. Итого 12 томов, это только в Следственном комитете. В прокуратуре в 5 раз больше. И если сложить то, что находится в Следственном комитете и в прокуратуре, то получится стопка высотой с мой рост, это примерно 180 сантиметров. Вот так легко и просто можно отправлять ваше обращение, не выходя из дома, просто владея компьютером. Почему я использую удаленный способ отправки обращений? Во-первых, это легко отслеживается, это очень трудно подделать, потому что мы приходили в прокуратуру города Сургута и мы были в прокуратуре города Сургут 5 сентября прошлого года. И когда я увидел вот такую книгу, то есть вот это пластик и любую страницу, не прошитая книга, любую страницу можно вытащить и переписать как хочешь. Вот она, то есть она даже не прошита, она просто скреплена пластиком. Бери или вытаскивай любую страницу и переписывай как хочешь. А в электронном виде это проблематично сделать, потому что все хранится на серверах, все контролируется вышестоящими инстанциями. И плюс у вас еще будет ваша корреспонденция с регистрационными номерами. Прошу нас поддержать и отправить от своего имени, видоизменить вот эти документы, вот эти два документа, которые я подготовил для всех и обжаловать действия судебных приставов, которые вчера применяли необоснованную физическую силу к женщинам и поднимали скамейки вместе с ними и скидывали их со скамеек. Напомню, вчера состоялось второе судебное заседание, по моему иску, я подал иск на прокурора города Сургут, соответчик прокурор округа Хмао. Они поняли, что они проиграют дело 100% и они просто объявили закрытый режим заседания, соответственно выгнали всех слушателей и мне запретили любую видео-аудиофиксацию. Я понял, что если они творят такой беспредел против женщин, то скамейки переворачивать вместе с ними, то мне там мало смысла вообще нет оставаться, у меня просто устроит провокацию, мы просто ушли все вместе. Вот так легко и просто я отправил два обращения в 8 инстанций, 3 инстанции ФССП по трем уровням, 3 инстанции по трем уровням прокуратура и по двум уровням в Следственный комитет. Ездить никуда не нужно, время тратить на это, на поездку туда-обратно тоже не нужно, проходить сквозь рамки тоже не надо, паспорт предъявлять при прохождении в здании тоже не надо тратить и в очередях стоять не надо. Отправляйте и контролируйте. Как контролировать сроки и обжаловать их отписки, я буду озвучивать в следующем видео. Всем благодарствую. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok